здравствуйте друзья в ночной дороге пересекая кремниевую долину мы зачитываем вопрос светлана давай здравствуйте михаил меня зовут евгений 23 года киевлянин я уже писал вам но по другим темам а сегодня тема у меня скажем так более личная нужен ваш жизненный совет я уверен через вас прошло много людей я почему-то доверяю вам больше чем другим людям вокруг меня возможно вам даже показывает что это просто жалоба какая-то но это не так думаю моя история моя история может стать необычным рассказом стиле вот посмотрите как не нужно делать дело в том что я родился и воспитывался в такой себе небогатой семье мать и отец интеллектуальные работники но обоих жизнь помяла жили мы не то чтобы бедно все было по минимуму квартира небольшая доставшиеся бабушки от ее мужа моего деда воевавшего второй мировой 14 лет до дачи небольшая по типу и в шалаше как в раю 4 до 14 лет я занимался скрипкой немного рисовал как хобби в школе надо мной издевались потому что меня выбрала учительница как объект для общественного посмешища это я так сейчас думаю так и пошло это отношение ко мне до конца школы потом был еврейский технологический лицей кстати самое лучшее место из всех где я учился интересная учеба постоянные поездки классные преподаватели и так далее потом технический колледж университет сейчас на руках степень бакалавра компьютерных наук с детства я не работал первая моя подработка была когда мне было 19 лет до этого я сидел на шее у родителей не могу сказать чья здесь вина их или моя но факт есть факт работать я приучен только по дому это было предисловие теперь по сути вследствие того что я не ходил садик и был необщителем в школе плюс 10 лет я активно играю компьютерные игры игры по другим каким-то причинам у меня развился страх общения с людьми конечно я активно с этим борюсь и уже многого достиг но это не делает мне выгоды я не общительный замкнут избегаю новых знакомств интровертир интровертища в общем девушки не было нет подрабатываю на разных работах и вот тут сама суть моего письма у меня напрочь отсутствует стимул жизни что-либо делать то есть я могу по бытовым делам справляться подрабатывать чтобы голоду не помереть но ничего более разумом я понимаю что сильно отстал социальном и профессиональном развитии от своих сверстников некоторые из которых уже женились но он не тянет меня ни к чему я люблю почитать историю про новинки информационных технологий люблю праздный образ жизни чего уж скрывать посмотреть фильм под всякие вкусности в общем получился из меня тепличный человек с урезанным социальным потенциалом слабой нервной системой боязливый неуверенный в себе не общительный с парой тройкой друзей с которыми уже стыдно встречаться ибо их жизненные результаты когда более высокие чем мои я бы не стала отнимать ваше драгоценное время да и уважаю вас так что во время написания буквально кусаю себя за локти от стыда но мне нужен просто необходим совет такого общительного интеллектуального человека как вы михаил сейчас я как бы учусь магистратуре есть два года чтобы не идти в армию но морального настроя уже нет может быть потому что полтора года назад умерла мать которая хотела чтобы я учился не знаю в общем думаю весной идти в армию а там как пойдет вопрос вам михаил скажите что лучше делать в моей жизни давай я начну может быть я хочу сказать что вы конечно можете там сказать вот вы человек общительный и вот научите и меня как быть общительным но дело в том что я родился общительным вот я столько сколько я себя помню я общительный поэтому я думаю что наверное вы родились не не экстравертом так и наверное правильно было бы сказать себе я такой какой я есть я должен принимать и любить себя таким какой я есть другое дело что какой бы ты ни был всегда есть какой-то набор возможностей которые у тебя есть по движению в ту или иную сторону когда ты осознаешь что тебе чего-то не хватает вот этого движения не хватает и мы мы понимаем что человек осознает иначе был не писал это письмо и не переживал и тогда поэтому значит что я хочу сказать правильно было бы начать вот с того чтобы в себе разобраться свет вот скажи что не про себе разобраться как это да ну ты вот и как человек который там увлекается психологии но в прага в прикладном плане да но я бы прежде чем себе разобраться да я бы просто как бы интерпретировала вот эту историю немножко с другой точки зрения давай нас история тоже самое да взгляд немножко со стороны да вот молодой человек описывает свое детство да значит в детстве была семья какая-то да тихая спокойная уравновешенная которые интеллигентные люди которые интеллектуальные ценности ценились наверное выше чем какие-то материальные блага люди жили так скромненько и говорили нам много не надо нам этого достаточно вот лишь бы там как-то развиваться куда-то двигаться что-то такое познавать и ребенок занимается скрипкой и учится и компьютерные игры компьютер с детства был хотя наверное по тем временам это было и дорого то есть как бы все хорошо была такая наверное теплая спокойная уравновешенный смех и ребенок наверно в какой-то мере чувствовал себя в ней комфортно он похож на родителей вот вот он похож на родителей да и в общем в этом смысле ему было комфортно с такими родителями а что касается да причем очевидно родители могли себе позволить он лишь он не ходил детский садик да а из стиле там он улетел с компьютерами то что он не хотел садик говорит о том что кто-то с ним имел возможность находиться то ли это были бабушка с дедушкой то ли мама не работала папа не в общем кто-то с ним находился дома в этот момент и когда он в таких из таких тепличных рук попадает в школу в общеобразовательную конечно этот мир в общем был настроен против такого домашнего тепличного ребенка который рост такой спокойной обстановки более того я думаю что ребенок не совсем обычный он такой более как бы углубленный в себя более интеллектуальный склонный к анализу какому-то такой более интровертированный ребенок для которого вот эта шумная толпа общеобразовательной школы вообще-то кажется сумасшедшим домом можно я вставлю пару слов значит поскольку у меня папа военный был он когда сердимся на меня там или на брата моего он был вот тебе бы в армию надо было пойти там бы из тебя человека сделали вот у него была такая фраза я ее неоднократно слышал я просто чему говорю когда ты начала говорить что он попал в школу и из тепличных условий он попал в школу а сейчас он из тепличных условий хочет только тих пойду в армию а там будь что будет но мы про армию еще отдельно поговорим я просто хочу закончить про школу в том смысле что для такого ребенка до общения в школе она не то что оно было заранее как бы сложным очень потому что не было общих точек соприкосновения у него с остальными детьми и учителя конечно вообще это жутко какая-то да вместо того чтобы к такому ребенку найти какой-то подхода они из него мы не мы не обсуждаем еще раз человек говорит что его в школе травили вот заранее что он учился его травили я думаю потому что он был не такой как все он прекрасно подожди он просто сам для себя понимать что он не такой как все и он действительно не такой как все это надо принимать и понимать и мы еще поговорим об этом вообще что и что что это такое не не такой как все да но все-таки была семья да в которой было уютно комфортно и уход вот от этой реальности школьной жизни да этот ребенок находил в семье компьютерных играх и находил удовлетворение виртуальной реальности где достаточно интеллектуальных какие-то способности чтобы получать значки награды там и все прочее то чего вот и в общем-то да и как бы вот семья создавала тут ту среду да в которой он играл на скрипке он учился какие достигал каких-то небольших вершин в своем развитии да ну вот он вырос и он пишет что полтора года не стало его мало и я думаю что это очень серьезный удар то есть вот мама создавала вокруг него такую атмосферу какую-то энергию давала в которой хотелось жить и что-то делать и было ради кого это делать и это было очень важно я думаю что вот этот удар он может быть формулирует для себя или нет но я думаю что вот это отсутствие близкого человека и вот это разрушение того семейного оперка который существовал да приводит к тому что человек потерял опору в жизни собственно непонятно на что операцию это линия там сильно не проходит но она есть она есть да это линия я когда-то записывала видео по поводу того что ну в самом широком смысле в самом общем плане в чем состоит смысл жизни да и я говорил что смысл жизни буквально там два слова это востребованность и отдача так вот человеку для того чтобы он чувствовал себя сбалансированным ему нужно быть востребованным ему нужно что-то делать для других нужно быть кому-то нужным и вот уход конечно мамы да и отсутствие близких друзей может подруги какой-то жизни девушки какой-то который тебя понимает и так далее является очень сильным отсутствие вот опоры которые позволяют двигаться дальше я думаю что это и есть причина вот такого состояния когда он не может сориентироваться ради чего ему жить далее значит он вырастает но он чувствует что ему хочется куда-то то есть если бы он например просто не хотел ничего делать да так он бы ничего и не делал раз он пишет письмо и говорит что я борюсь там со своим неумением общаться с людьми я что-то такое дело то есть он понимает что есть как бы необходимо двигаться куда-то да без этого движения вперед совсем будет как-то плохо и в принципе я думаю что именно в этом есть и некоторые как сказать потенциал движение вперед потому что если человек понимает что ему чего-то не хватает то он стремится как-то вырваться из этого но он просто знает как всякое противоречие является основой движения вперед на спорте диалектическом анализе надо я говорю нас нас так учили вот и конечно то есть у него есть желание двигаться перед он не знает как ну и тут начинается вопросов наша что ему делал я думаю что для такого мальчика такого интеллектуального углубленного себя конечно ему нужно разобраться с собой конечно не помешали бы какие-то там психологические вещи понять кто он есть и какой он то есть мы пришли в то место в котором я тебя подключил вот я говорю света давай вот пора разобраться с собой да разобраться с собой мы тоже небольшие знатоки как бы психологии да к нам обращаются не как знатокам психология как людям с жизненным опытом и жизненным опытом да так вот я уже больше вот год наверное занимаюсь и вот векторной психологии которые создавал толкачев и михаил бородянский является продолжателем и я считаю что это есть неплохой инструмент наработанный на сегодняшний день который несложный и который помогает все-таки действительно в себе разобраться вот я уже даже просто по этому письму вижу этого человека вижу его какие-то характеристики я как бы не хочу их озвучивать потому что мне кажется что это молодого человека будет самому интересно в этом разобраться я хочу сказать что мы почитав почитав это все уже по потому что он рассказывает уже довольно много про него понятно вот именно в классификации векторные вот этой вот но мой совет был бы ему такой что на сайте михаила бородянского это сайт www.psy.ru там есть психологический тест который можно пройти и получить некоторые некоторые характеристики себя но дальше вам конечно ничего не будет понятно потому что для того чтобы разобраться с этим нужно по крайней мере хорошо проработать книжку который опять же можно там до улыбки на сайте она там бесплатно висит там есть бесплатная есть платная которые копейки стоят но дело не в этом дело в том что книжку эту нужно проработать и вот когда вы зная свои вектора проработаете эту книжку вам станет понятно в чем вы другой человек и куда вам двигаться то есть что вам годится что он не годится и мое личное мнение например что ваше желание пойти в армию просто безысходности она совершенно неправильно то есть армия не для таких людей как вы дай бог чтобы там сложилось все удачно может быть хуже чем в школе может быть хуже чем в школе армия жестокие вообще-то это жестокая среда и как раз она держится на том что там люди выживают за счет умения хорошо приспосабливаться и общаться с другими людьми и человек который замкнут и которые стараются избежать вот каких-то новых контактов все ему там будет не очень слабо даже может сказать что я хочу это сделать вот наперекор всему не расширить не вошел я думаю так света что все-таки мы люди не армейские с тобой но в принципе когда парню 23-24 года и он оказался в армии у него есть высшее образование его гораздо в меньшей степени могут там долбать чем допустим там мальчику после школы особенно если он там из села откуда-то или черт ну то есть его он там не получит по полной программе еще раз скажем так решение это ваша это ваша жизнь вы сами понимаете мы вам просто высказываем какие-то комментарии которые считаем целесообразным чтобы услышали а дальше я думаю вот что важно из тестов сайте бородянского мы сейчас их используем для отбора студентов значит вы не только увидите там какие у вас слабые стороны какие сильные вы вы хорошо увидите над чем вам надо работать и это очень большое дело вместо того чтобы заставлять себя делать то чего все равно вас не получится и это будет видно по тесту вы скажете себе а вот это у меня получится я для этого создан просто у меня зажим здесь но я с этим зажимом сейчас буду работать и вот тогда тогда очень многое изменится в как бы в хорошую сторону еще тот момент насчет вот опоры в жизни я сказала что тогда мама не стала конечно тяжелая утрата и тяжело это все пережить мне кажется что вам конечно нужна девушка которая была бы рядом с вами и в принципе я понимаю что вам нужна не обычная девушка безусловно девушка такая очень понимающая понимающая вашу тонкую организацию до которая будет что-то прощается что-то понимать и в общем и вести за собой вот и наличие вот такой девушки да может послужить у вас очень мощным таким рывком смысле стимула к жизни с того чтобы делать чтобы делать чтобы подняться с дивана что сейчас у вас как бы это продолжение как бы из детства данных по накатанной дороге легче двигаться но сейчас вам гораздо легче там грезить о какой-то жизни чем действительно что-то делать и вы не видите стимула я понимаю абсолютно знаю то что написано письме что материальные вещи вас особо не стимулирует но если появится девушка которая будет это искренне радовать и вы встанете с дивана и пойдете будет работать и будет зарабатывать деньги и вам будет это легко и в радость а вот все-таки свет он же говорит что девушки нет это не было то есть он понимает что надо было бы девушку надо было бы человека с которым можно поделиться опору в жизни и так далее где взять девушку а он зарабатывает мало дело в том что вот я буду что это очень не такой человек тонкой организации это не годится девушка которую можно поцепить просто в клубе там с ней завязать отношения на танцунках да это совершенно другой тип девушек это я не могу дать рецептов я уже очень далека от той жизни не знаю где такие девушки водятся но это должна быть достаточно развитая очень интеллектуальная девушка вот с хорошим таким вот хочу в терминологии векторов говорит вот с хорошим таким кожным вектором которое в состоянии человека немножко взбодрить и дать им какие-то ценностные ориентации значит все-таки тогда получается так что если он опять протестируется у бородянского и почитает его книжку то он станет лучше понимать какую девушку ему надо это так или не так я не думаю там не написано о совмещении векторов это уже другие семинары которые надо там брать но чтобы я сказала да вот такие девушки наверное вот тогда поскольку молодой человек все-таки компьютерный и скажем так если он себе ставит задачу найти девушку но у него проблемы там сообщением и так далее он должен идти в ту среду которая есть мы были несколько лет назад в Киеве да это была конференция стартаперов айтишная конференция так вот там водятся как раз такие девочки которые вам нужны достаточно амбициозные достаточно интеллектуальные достаточно продвинутые и я думаю что это то место куда можно прийти даже если вы не будете там сильно общаться хотя бы посидеть послушать примелькаться это вот один а вот он бы например прижился в стартапе вот там где такой драйв где все такие возбужденные там заведенные нет сначала у человека должен быть собственный драйв он должен прийти в стартап уже понимая что он хочет чего-то да сегодня у него задача сдвинуть себя с места потому что ему ничего не хочется и вот я еще раз повторюсь да что то почему ничего не хочется нет опоры и это опора может быть девушка это первый смысл да и второй смысл это разобраться в себе и понять а кто я есть и что мне нужно пожать а вот я такой общительный и социальный такой ты для меня вот ты являешься такой опорой которая меня побуждает что-то бежать и что-то делать ну я думаю что да если 40 лет уже если 40 лет то есть скажем я без тебя или допустим с другой девушкой к велой какой-то я бы там меньше в жизни я не могу так сказать у нас же не было сравнений да но наверное жизнь просто как бы да и мы эмпирически без особых знаний просто эмпирически пришли к тому что если мы за 40 лет никуда не делись то наверно мы должны друг друга правильно да вообще брак это очень интересная системы в которой нужно давать и брать и в общем это это такая развивающаяся система и это совершенно тем другого разговора но я бы вот еще что сказал я раз ты уже сказала продавать и брать да и надо сказать что и давать и брать исключительно важно в жизни поэтому у них были что получается у него такой как минимализм у него родители так жили они не лучше других не хуже других бедненько но интеллигенте не к там вроде и дачи есть не бог весть какая-то какая-то дача и он тоже как я себе на жизнь там зарабатываю как-то просто потому что нужны какие-то деньги пошел что-то заработал много не надо да и в области не надо много получается такая история но может быть ему вообще в жизни там много не надо свет может быть ему денег и не надо может быть он же книжки читает может тебе надо больше книжек читать но это уже ценности такие вот ему нравится что-то делать нет подожди секунду там в самом начале прозвучало что жизнь помяла его родителей в общем в тех выражениях которых описывается их быт я в этом вижу все-таки некоторую неудовлетворенность то есть с одной стороны вроде бы парень сейчас живет и говорит ну вот так вот живу там на прокурсе без работы я думаю их помяла их помял слом советской системы они в советской системе были как все они нормально смотрелись понимаешь а только конец не как помятые они они помят или там побитые переменами он же не побит переменами он часть этого в обществе то как он это описывает говорит о том что его это где-то задевало а его раз человека задевает иначе у него есть в этом месте недовлетворенность раз у него есть недовлетворенность да опять же противоречие то это недовлетворенность можно компенсировать вот и все хорошо но я вот что думаю у меня мысль такая значит он хочет чтобы как-то проснуться да он как бы вот не очень живет потому что ему как-то не очень хочется и он как-то живет по инерции он ни к чему не стремится ну это кажется так ну он себя так ощущает нет на самом деле не так оно все так и оно в то же время не так оно не так в том смысле что он все время что-то делает он может быть чувствует что он недорабатывает нет он учится в аспиратуре он где-то чувствует свою вину да он чувствует свою вину и чувствует что он может быть где-то не дорабатывает да да но не знает куда двигаться он хочет что-то делать его не устраивает сегодняшнее существование он вот это отсутствие цели это не значит что ему жизнь не мила это неправда ты советуешь ему завершить образование вот доучиться не потому что мама хотела а вообще вот он компьютерный человек он учится в аспирантуре или там где-то ну я и скажу так что поскольку он живет в реалиях там украинские да в киевских да это там конечно диплом котируется я бы сказала что да тем более человек уже там остался совсем чуть-чуть да я бы сказала так что завершить образование нужно поскольку уже ты начал что-то нужно что-то завершить в жизни да это тоже очень кстати хорошее качество проверка себя на выносливость не в армию идти а сказать так если я что-то начинаю могу ли я закончить да он не знает зачем он начал он начал потому что мама хотела это неважно неважно мама хотела мама нету вот будет тот другой кто хочет значит уже три фокуса у нас появляются да значит первый фокус это найти девушку адекватную второй фокус это разобраться в себе я думаю что разбирание в себе вот именно этого молодого человека оно его затянет и даст ему невероятный толчок потому что то вот что я вижу из этого письма это то что ему интересно он никогда этим не занимался и он еще очень молод 23 года это вообще ничто он еще мало чего знает по жизни у него не было большого опыта нет выхода в большой мир я соглашусь с тем что вот то что он уже рассказал о себе подсказывает что ему будет очень интересно копаться в себе ему будет очень интересно вот когда он начнет заниматься вот этим да дело в том что мы все появляемся вот приходим в этот мир да с каким-то предназначением мы для чего-то сюда приходим и у каждого человека это предназначение свое и счастливы те люди которые могут в раннем возрасте понять собственно что они хотят от жизни и они идут в этом направлении они абсолютно самодостаточны они реализуются они чувствуют удовлетворенность но к сожалению многие люди тратят на это жизнь а иногда даже жизни не хватает чтобы понять для чего я живу так вот понять в чем смысл жизни это вообще это крутой вопрос я думаю что для молодого человека это будет очень интересно по крайней мере пытаться это находить я не думаю что оно откроется сразу но ему будет это учить есть не менее счастливые люди которые вообще об этом не думают и как-то они просто живут они входят с другим устройством психической организации да да но именно вот Евгению я думаю что это будет очень интересно да ну что же значит я думаю вот что на самом деле вот он учится там по компьютерным делам я думаю что ему надо было бы задуматься на тему о том как может человек который имеет образование в компьютерных науках как он может пригодиться в обществу стране там я не знаю как он может выйти на какой-то мировой уровень чтобы поработать там я не знаю где угодно в Австралии в Германии в Зеландии я хочу с вами я хочу с вами то есть он должен с удовольствием делать то что он делает потому что там мы по-частому не делаем нет он учится он же учится но у него нет стимула он учится без интереса тут у меня интересная мысль возникла в процессе чтения этого письма ну по таким косвенным признакам не хочу углубляться да какие признаки но мне кажется что в целом молодой человек довольно-таки разговорчивый и он любит потребаться просто он не с каждым станет разговаривать и ему нужно найти соответствующую компанию в которой он мог почувствовать себя комфортно какая письменная речь у него замечательная ну у него нормальная письменная речь да ну, я думаю что он и устно здоровön потребаться вопрос о том что где найти ту среду общения где бы он чувствовал себя комфортно учитывая что у него трудности с отношениями, с разведением этого разговора да то есть ему нужна некоторая среда где бы он чувствовал себя комфортно И в этом смысле, может быть, может быть, да, его хорошую службу заслужит, может быть, просто обычный блогер, не видео, но... И видеоблог неплохо, а что? Ну, он может быть очень зажат сейчас, он уже не готов. Он глубокий, Света, он глубокий, он историю любит почитать, книжки, он о технологических новинках любит почитать, да ты чего? Ему есть что рассказать, да? Ну, я думаю, что постепенно, постепенно мы можем промоушен сделать, допустим, на нашем канале. С удовольствием, с удовольствием. Это блогер типичный, послушай, он любит смотреть телевизор, кушая вкусности. Света, это типичный блогер. Да, и я думаю, что когда к нему начнут приходить на канал, на канал или на... Где он будет писать просто блог, начнут приходить люди и будут завязываться какие-то социальные связи, да? Да. Пускай сначала виртуальные, да, то все-таки, находясь в стране, можно виртуальные связи превратить в реальные. Были бы люди, да, по духу близкие. Потому что, на самом деле, найти близких по духу людей, это большая задача, большая проблема. Слушай, я вижу блоги, где люди, которые просто рассказывают о каких-то технических вещах. Вот такая это модель телефона, такая это модель. Блоги, слушай, по 350, по 400 тысяч подписчиков, русскоязычная. Ну, я думаю, что этому человеку, конечно, немножко другое направление. Он не просто рассказывает о каких-то новинках, у него более... Но он интересуется. Ну, у него глубокий внутренний мир, и он будет на эту тему разговаривать, и найдет себе по духу близких людей, с которыми можно это еще... Через блог он просто примагнитит в себе такое количество людей. Он вообще в другом мире проснется, понимаешь? Да, и на самом деле, как только вы почувствуете... Это, кстати, тоже направление востребованности, да? Как только вы почувствуете, что вы нужны этим людям, у вас появится отдача. То есть, то, что вы делаете, это будет отдача, и вы им отдаете что-то. Смысл появится. И появится смысл. А как только появится смысл, появится драйв. Захочется сразу делать больше этого, еще больше, еще больше. И появится какой-то внутренний такой стержень, который позволит выбраться из этого круга, мне так кажется. Вот если я нарушаю цикл выхода видео, ну так у меня обычно в день 2-3, бывает больше. Если я вдруг один день не делал ни одного видео, я начинаю чувствовать, что что-то такое нехорошо. Если я два дня не делал ни одного видео, я уже начинаю... Я на грани стресса буквально, или какой-то срыва нервного. Как же так? Понимаете, потому что я знаю, что люди ждут. Я востребован, я знаю, что люди ждут, я должен, понимаете? Я так не могу. Как же такое? Вот люди ждут, а я тут что, сижу на дне, это вкусности кушаю? Так я вам покажу мои вкусности. Я скажу, вот у нас такие вкусности. Да, я считаю, что вот это вот, это самое, востребованность и отдача, они как раз для Евгения. Они в практическом ключе. Они в практическом ключе кроются в том, чтобы перейти к блогингу. Света, давай сделаем в практическом ключе. Давай мы его к нам позовем, Евгения, на канал в виде скайп-интервью, так? И мы специально мобилизуем всех девушек в Киеве, которые заинтересованы в молодом человеке 23 лет. А еще в Киеве, может, и в Америке? Это отдельно, но уже хотя бы так, понимаешь? Но нет, в Америке он, может, конечно, с ней вместе кино посмотреть в онлайне. А так все-таки можно с девушкой там погулять, сходить и так далее. на местности, поэтому я к тому говорю, что для начала, и в честь сказать, я вот там хочу встречаться с девушкой, вот такой парень интересный о том, о чем. Вот давай мы его покажем живьем. Пожалуйста. Вот, я с удовольствием, я думаю, что если он как-то к этому открыт, и... Ну, я думаю, что он достаточно открыт, потому что вот он пишет, что он уже не первый раз к тебе обращался с какими-то вопросами. Он что-то спрашивал, да. Вот, и он написал такое, в общем-то, откровенное письмо. То есть, наверное, он где-то что-то в себе поворол, но я не думаю, что это было легко так написать. То есть, он идет по пути к тому, чтобы немножко открыться. Он молодец, ему небольшой толчок только нужен, но у него все есть, слушай. У него все абсолютно есть. Он глубокий, Света, он глубокий. Ну, слушай, понятно, что он не такой, как все, понимаешь. То есть, на самом деле, я думаю, что он где-то в глубине души, он сам это про себя понимает. Но он это понимает в негативных причинах. Нет, он понимает это и думает, ну, вот я не такой, как все, да, и они от меня, значит, выстараются отстраниться. На самом деле, это хорошо, когда человек не такой, как все, он немножко по-другому видит мир. Но он должен создавать вокруг себя мир, не таких людей только и всего. Их много вокруг. Они есть. Абсолютно, они есть, да. Они есть. Ну что же, я думаю, что молодой человек, он где-то на грани какого-то прорыва. Это чувствуется по востребованности этого прорыва, по готовности что-то делать, правда? Я думаю, да. Вот, то есть, все-таки, обрати внимание, вот он до 14 лет играл на скрипке, он ничего не сказал, что было дальше, почему он перестал в 14 лет играть на скрипке. Наверное, он не очень, наверное, он не очень хотел, нет, он с 4 лет же нет музыкальной школы, наверное, он не очень хотел играть, но он для мамы играл и как-то вот он, может быть, ну, Свет, но он, может быть, даже не хотят, там, играл до 14 лет на скрипке. Ну, то есть, он может, он берется, он делает, ну, что такое? Ну, очень важно, все-таки мы привыкли как-то, да, как-то отдавать другим, поэтому... Посмотри, смотри еще, Свет, он, с одной стороны, он учится там на бакалавре, в смысле, он закончил, получил бакалавр, сейчас учится дальше по компьютер-сайенсу. Казалось бы, мама хотела, он вроде пошел учиться, и вроде оно ему там вот все ради мамы. Нет, но он же, слушай, но он любит почитать про технические новинки, Свет. То есть, не то, что вот эта область для него абсолютно чужая, и ему это все обрыдло, и он лишь бы только от этого отбиться. Нет, абсолютно нет, вот он, он там. Он там, просто, он, может быть, пытается найти себя востребованным, не в том ключе, в котором такие люди, как он, востребованы, они по-другому востребованы. У них, как бы, специфическая востребованность. Вот он, может быть, когда он поймет, вот, как он должен быть востребованным, вот все и произойдет. Правда? Я думаю, да. Ну что, мы план накидали, значит, изучает, да, тест берет, читает книжку, изучает себя, значит, заводит блог, ну, если есть, как бы, желание. Да, ходит на стартапы, на технические этапы, встречает там соответствующие. Да, на технические, это, кстати, неплохо, да, если там есть какие-то встречи технорей, стартаперов, людей с какими-то идеями, надо просто походить, познакомиться и так далее. И там легенда такая, вот, там, учусь, хотел бы принять участие в каком-нибудь стартапе. Вот. Носить с собой зеркало и в него улыбаться. А может, он и так улыбчет, может, не знаю. Да, так что, ну что, все, значит, план у нас есть. Да, мы хотим слушать ваши отчеты. Да, вера в победу есть у нас? Да, конечно. Все, значит, осталось только... Ну, пишите нам письма, да. Да, пишите, рассказывайте. С прогрессом. Приходите на наш канал, интервью будете какое-то проводить. Расскажите, как тест брали. Счастливо! Света, попрощайся тоже, я же не один. Да, конечно, я присоединяюсь. Конечно, присоединяюсь. Все, тогда вдвоем мы присоединяемся. Счастливо! 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 Счастливо!